Всем привет, с вами Дезертир, и давайте посмотрим, на что способна эта медленная и смертоносная красавица Т-28. Сейчас созводно принимаем решение продавить седьмую линию. Я буду ехать впереди, он соответственно будет сзади, прикрывать его своим телом буду я. И принимать основной добавок на себя тоже буду я. Ну, по крайней мере так планировалось, потому что иногда в рандоме зелень полностью бросают, приедут все в город, но пока нам это неизвестно, так что едем вперед. Что хорошего можно сказать об этой ПТ? Находясь в топе, а сейчас мы находимся в топе именно, то есть девятых уровней их нету, мы имеем 254 лобовой брони. То есть практически никакой танк нас не сможет пробить, тем более если мы находимся где-то метров за 200 от него. в лоб, ну, нам не возьмет никто, скажем так. Ну, за исключением того, если будут стрелять, конечно, по слабым местам каким-то. По бокам и сзади у нас всего лишь по 50, и нам крайне необходимо, чтобы кто-то нас прикрывал сбоку и сзади. Потому что любой светляк, средняк, зайдя в борта или в кормок, нам сможет легко накидать и разобрать. Скоростью, конечно, мы не отличаемся, то есть 18 км в час ехать по прямой большого удовольствия не составляет, скажем так. Ну, вот направление уже вроде как начало продавливаться. Изводная прикрывает, стоит все нормально. И на меня начинают агриться все остальные враги, и ребята, которые стоят позади, могут по ним отстреливаться. Ну, лишь бы только поездить вперед. Вот обратите внимание, многие пытаются попасть в какие-то, может быть, слабые места, но никто не может пробить. Они уже паникуют, потому что их начинают брать в клещи. Ну, вот 44-ка собирался мне зайти в корму и накидать. Здесь мой взводный, его отогнал. Так что все нормально, пока у нас присвоили. Когда он начнет скачать вот эту БТ, будет небольшое разочарование, если у вас стоповый ствол. С ним просто нереально ездить. Вот, предтоповый ствол уже кое-что. Если память не изменяет, там 196 пробития. Ну, уже более или менее комфортно себя можете чувствовать. Ну, а с топовым стволом вообще проблем нет. 248 ББшкой и 297 ГОЛДой. То есть, комфортно себя чувствовать там. С восьмерками, с девятками, с десятками. Проблем вообще нет. Ну, как можете обратить внимание, ГОЛДу практически не вожу с тобой. Практически никогда ее не использую. Ну, именно на этой ПТ-шке. Ну, 248 хватает и на десяток, и на девяток. Ну, вот только такая стратегия подойдет со взводным. И когда вы находитесь в топе. Потому что те же самые девятки вас будут пробивать куда угодно. Редко от них будет там рикошет или не пробить. Это уж очень надо сильно постараться. Те же самые химки можно продавить легко таким же способом. Ну, опять же, когда вы в топе. Ну, и вот, в принципе, направление продавлено. Враги практически все были на зеленке. Вот видите, осколочный фугас там, к бочине нам прилетело. То есть, просто так пробить будет тяжело. Из модулей что тут можно посоветовать? Ну, в принципе, все стандартно. Это высылатель, приводы наводки и труба. Все-таки не всегда же вы будете ехать вперед, продавливая в какие-то направления. Ну, сейчас ловил от СА-6, что не есть ГУД. Ну, хотя, в принципе, уже бой закончен, можно так сказать. Наши ребята уже сдавливают их. И, в принципе, все. Им остается только огрызаться, чтобы попытаться набить побольше дамага. Ну, вот есть шестой, пускай эрикошетный танк для своих уровней. Но против 250, прошу прощения, 248 пробителей. Так, никакая броня, конечно, из них не выйдет из-за на уровень своих. В общем, поиграть на ПТ достаточно комфортно на этой. Качайте Е3. Используйте эту стратегию. Хороших вам боев. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.